В стручке сидели пять горошин. Сами они были зелёные, стручок тоже зелёный. Ну, они думали, что и весь мир зелёный. Так и должно было быть. Стручок рос, росли горошины. Они приноравливались к помещению и сидели все в ряд. Солнышко освещало и пригревало стручок. Так дождик поливал его, и он делался всё чище, прозрачнее. Горошинам было хорошо и уютно. Светло днём и темно ночью, как и следует. Они всё росли да росли и всё больше думали, сидя в стручке, Что пора им что-то предпринять. Век, что ли, сидеть нам тут, говорили они. Как бы нам не засохнуть от такого сиденья. Сдаётся нам, есть что-то и вне нашего стручка. Уж такое у нас предчувствие. Прошло несколько недель. Горошины пожелтели. Стручок тоже пожелтел. Весь мир желтеет, сказали они. И кто бы им помешал говорить так. Вдруг они почувствовали сильный толчок. Стручок сорвала человеческая рука и сунула в карман к другим стручкам. Ну вот, теперь скоро нас выпустят на волю, сказали горошины и стали знать. А хотелось бы мне знать, кто из нас зайдёт дальше всех, сказала самая маленькая. Впрочем, скоро увидим. Будь что будет, сказала самая большая. Крак! Стручок лопнул. И все пять горошин выкатились на яркое солнце. Они лежали на детской ладони. Маленький мальчик разглядывал их и говорил, Что они как раз пригодятся ему для стрельбы из бузинной трубочки. И вот одна горошина уже очутилась в трубочке. Мальчик думал, и она вылетела. Лечу, лечу, куда хочу! Лови, кто может! Закричала она, и след её простыл. А я полечу прямо на солнце. Вот настоящий-то стручок! Как раз по мне! Сказала другая. Простыл её след. А мы куда придём, там и заснём, Сказали две следующие. Будь что будет, сказала последняя. Взлетела кверху, попала на старую деревянную крышу. И закатилась в щель, как раз под окошком чердачной коморки. В щели был мок и рыхлая земля. Мох укрыл горошину. Так она и осталась там, скрытая, но не забытая Господом Богом. Будь что будет, говорила она. А в коморке жила бедная женщина. Она ходила на поденную работу. Чистила печи, белила дрова. Словом, пролазь за всё, что подвернётся. А дом у неё оставалась единственная дочка, подросток. Она была такая худенькая. Целый год уж лежала в постели. Не жила, но не умирала. Дело было весною. Рано утром, перед самым уходом матери на работу, Солнышко светило через маленькое окошко прямо на пол. Больная девочка долго не отрывала глаз от окна. Что это там зеленеет за окном? Так и колышется от ветра. Мать подошла к окну и приотворила его. Ишь ты, сказала она. Да эта горошинка пустила ростки. И как она попала сюда вообще? Ну вот, теперь у тебя будет свой садик. Мам, я думаю, что поправлюсь, сказала девочка вечером. Солнышко сегодня так пригрело меня. Горошенко, видишь, как славный растёт на солнышке? Я тоже поправлюсь. Начну вставать и выйду на солнышко. Дай-то Бог, сказала мать. Но не верила, что сбудется. Однако она подпёрла зелёный росток, Подбодривший девочку небольшой палочкой, Чтобы не сломался от ветра. Смотри-ка, да она скоро зацветёт, Сказала женщина однажды утром. И с этой минуты тоже стала надеяться и верить, Что больная дочка её поправится. Ей припомнилось, что девочка в последнее время говорила, Как будто живее. По утрам сама приподнималась на постели И долго сидела, Любую своим садиком, Где росла одна единственная горошинка. Через неделю больная в первый раз Встала с постели на целый час. Как счастлива она была, Посидев на солнышке. Ну, а другие-то горошины, Та, что летела куда хотела, Ловить, дескать, кто может, Попала в водосточный жёлоб, А оттуда в голубиный зоб. Две ленивицы ушли не дальше, Их тоже проглотили голуби, Значит, и они принесли немалую пользу. А четвёртая, Что собиралась залететь на солнце, Упала в канаву И пролежала там несколько недель В затхлой воде, Пока не разбухла. Как я славно раздобрела! Право, я скоро лопну, А уж большего, я думаю, Не сумела достичь Ни одна горошина. Я самая замечательная Из всех пяти! Канава была с нею вполне согласна, А у окна, выходившего на крышу, Стояла девочка, Румяная и здоровая. Она сложила руки И благодарила Бога За цветочек гороха. А я всё-таки стою за мою горошину, Сказала канава.